друзья приветствую значит игорь из севера двинска прислал образцы масла синтек премиум 040 здесь конечно ошибочно написанный пробег и это свежая образец эксплуатировалась до 22 по 23 год и образец эти премиум отработки 9 500 километров и 209 моточасов так также игорь прислал спасибо ему лабораторный анализ данного масла дата проведения анализа 12 10 22 предположительно это уже китайский пакет ну и естественно описание автомобиля полная ведь какое условие эксплуатации пробег до доливка было но и скорость счетчик показал 209 моточасов так сейчас я проверю тогда создам эталончик вот описание естественно здесь же по автомобилю вот и через несколько секунд вы увидите результаты а пока не скучайте так на все результаты готовы признак предлагаю ознакомиться с ними первым делом сравнения с маслами из базы видите синтек премиум 040 сто процентов и и максимальное совпадение показал газпром тоже премиум n5 40 тоже полнозольник сороковка но от газпрома значит совпадение на 96,83 процента 32 процента отличия ну и далее там лукойл такая яма полимериум лукойл лукойл видите да значит достаточно существенное отличие чтобы отличались пакеты но здесь видите две сороковки и полнозольные рядом так и следующий график смотрите это спектр на пике 722 видно отличие красная верхняя линия это у нас премиум этот синтек он чуть ниже стоит чем полимериум x pro 2 полимериум напал полностью и вот видите пике такие у черной линии это алкилированные нафталины в синтеке их не видно и самая низняя нижняя линия это газпром на гидрокрекинге вот видно судя по этому графику я бы сказал что в данном синтеке примерно 70 процентов пау ну вот так так смотрите значит данные по свежему окисление 816 говорит о том что ну эстеров практически здесь нет уровень противоизносных присадок 058 ну такой ближе к полнозольному до чем-то все нормально фенольных антиокислителей 031 процент хороший уровень аминных 081 тоже ну я бы сказал что это где-то такие уровни мобил один обычно показывает щелочной 936 тоже высокая это гос для свежего ой для отработки он за не занижает данные год для свежего показал бы наверно ближе к 11 кислот на 164 тоже отличная не высокая и вязкость 14,53 но вязкость честно говоря такая ну высоковатая могли бы сделать мне кажется тоже пониже но неплохо все все в рамках допусках так и образец отработки вот видите хендай 9,5 тысяч километров 209 моточасов давайте посмотрим бензин и дистоплива прибор не увидел окисление 1246 нитрование 877 не сильные изменения но видно кстати что окисление чуть больше растет так противоизносных присадок остаток 59 процентов совсем неплохо фенольных антиокислителей остаток практически 80 процентов тоже шикарно аминных антиокислителей 70 практически со 9,5 процентов тоже ну как бы масло еще более чем живое щелочное 664 тоже достаточно высокая и не сильно изменилась кислотная да она подросла но приемлемо немножко видите просила по вязкости несущественно в общем-то и обратить внимание сажи как мало за 209 моточасов 0,12 процентов шикарно работает топливная вообще минимальное количество сажи но возможно это и свою роль и трасса сыграла на трассе меньше сажи образуется больше оборотов сгорает ну и вот такой получился прогноз этот прогноз кстати я пересчитал с учетом доливки и убрал доливку ну насколько корректно получилось не знаю как прямой прогноз был бы чуть чуть лучше еще вот смотрите помоющим нейтрализующим почти 20000 километров в данном режиме ну тут среднее больше 45 километров в час 438 моточасов шикарные это вот сочетание пау и сочетание высоких мощных нейтрализующих свойств отличные показатели по нейтрированию почти 1200 часов от очень высокие то есть мотор работает практически идеально ну и 800 с копейками по вязкости да кстати не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик видно что мотор работает отлично по показателям я бы даже сказал что вот мне показалось но это еще надо проверять набивать скажем так руку что здесь окисление чуть выше чуть быстрее нарастает чем нейтрирование и нейтрирование это скорее относится к богатой смеси окисление к бедной возможно чуть-чуть минимальное такое вот забеднение но она не мешает мотору ни в коем ни в коей степени вот и поэтому видите вот такие результаты шикарные честно говоря если я не ошибся вот по графику здесь 70 процентов достаточно большое количество пау вот высокая щелочное низкая кислотная и вот в итоге вот имеем вот такой прекрасный результат до плюс дизель и плюс трасса мне кажется масло отработала прекрасно вот можно также можно смело его использовать пишите что думаете по этому поводу благодарю игоря за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока